Привет! Сегодня мы наконец-то займемся хоть чем-то нормальным, то есть полезем в ТикТок не чтобы орать, а чтобы творить музло. Я хочу сделать бит, вдохновленный Дорой и Оуджи Будой Каплей, и для этого нам нужен вокал, а ТикТок это лучшее место, чтобы этот самый вокал засамплировать. А именно самплировать мы будем вот это. Знаешь, сердце разорваться может и любя. Вроде как это кавер на Ани Лорак, саму песню оригинальную я не знаю, но на исполнительницу ссылку вы можете найти в описании. И в первую очередь, чтобы сделать бит с таким сэмплом, нам нужно разделить вокал и инструментальную часть. Теперь нам нужно все это подогнать под ритм. Знаешь, сердце разорваться может и любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Темп типа 141, и давайте подгонять. Для этого отключаем пока музыку, включаем лезвие и начинаем безбожно все это резать. И пусть хоть один облитонщик сейчас напишет про то, что в Ableton это можно сделать проще, это можно сделать быстрее, там это удобнее. Я видел секретные документы по FL Studio 40, и там можно будет это делать в тысячу раз удобнее. Гораздо удобнее, чем в Ableton. И еще в тех же самых документах я видел дату выхода Half-Life 3. И самый простой способ это выровнять, находить начало слогов и выравнивать их по сетке. И если вы знаете автоматизированный способ, то есть типа плагин или пробу, чтобы все это выровнять по темпу, то напишите в комментариях, потому что я такое не знаю. Вроде все разровнял, теперь нужно придумать, а точнее подобрать аккорды, потому что это ведь кавер, и у оригинальной песни есть аккорды, и нам нужно их найти. И я-то на самом деле уже знаю аккорды, и после того, как их пропишу, расскажу вам, как их можно подбирать. А-шарп, натуральный минор, наша тональность на сегодня, и первый аккорд это А-шарп минор. Вторым аккордом будет Д-шарп минор, вот он, и потом уже идет мажор, это С-шарп мажор, и потом идет Ф-мажор. Он немножко промахивается мимо тональности, но это окей в данном случае. Сразу же возьмем басовые нотки и сбросим их на октавку, а лучше на две вниз. И приведем аккорды к какому-нибудь красивому виду. Во второй части аккорда будут уже немножко другие, но тональность та же самая. Первый аккорд это Ф-шарп мажор. Потом идет Джи мажор, после него идет Ф-мажор. Да, все правильно, потом Д-шарп минор. И по-моему, он вот так должен играть. Второй аккорд не повторяется, идет Д-шарп минор. Вот этот аккорд отсутствует, и в конце просто играет Фа дважды. Как же подбирать аккорды? Ну, самый первый способ их нагуглить, потому что это ведь кавер, и у оригинальной песни аккорды, скорее всего, есть в интернете. Но это есть не со всеми песнями. И поэтому я предлагаю вам разделять голос и инструментал. То есть инструментал тоже выводить, чтобы его можно было подобрать на слух, чтобы можно было загнать ее в какую-нибудь там Wave Candy, например. В нем это окошко как-то вот растянуть как-нибудь, чтобы было хорошо и здорово. После этого переключить на спектр. После этого скейл поднять на максимум. Д-бе рейндж оставить так же, и... И вот они, эти аккорды. Подсвечиваются на спектре эти нотки, и тем самым вы подбираете аккорды. Ну, или воспользоваться каким-нибудь спецсовтом, типа мелодайна, и загнать туда на распознавание. А сейчас у меня к тебе есть малюсенькая просьба. Поставь лайк этому ролику. Это очень помогает в продвижении видео. А когда видео продвигается, его видят больше людей. Мне от этого становится очень радостно. Ведь этот ролик тебе, скорее всего, чем-то понравился. Так что поставь ему лайк. Спасибо. Мы аккорды выяснили. Нам больше инструментал не нужен. И мы можем заменить этот прекрасный FL-Kiss контактом с Нуаром. Ctrl-C, Ctrl-V. FL-Kiss отключаем. В Нуаре выделяем верхние нотки. То есть басовые не трогаем. Жмем Alt-S и как-то... Сойдет. Окей, их делаем погромче. Шикарно. Проделаем то же самое со вторыми аккордами. Только второй аккорд мы сделаем еще помощнее. Потому что там все-таки мажорная часть начинается. Теперь я хочу добавить Xpand. И добавить в нем красивый пэд для заполнения. Soft Pads и вот этот Sign Pad. Очень простой звук. Так сказать, базовый. Теперь заходим в контакт. Выделяем верхние только нотки. Без басовых Ctrl-C. Переходим в Xpand. Ctrl-V. Каждые вторые аккорды удалим. А эти сократим. А в Xpand нарастим релиз. Теперь добавим ударные. Первым добавим clap. Он будет звучать совершенно нетипично, необычно вообще. Нет. А во второй части будет развитие. То есть этот звук переехал вот сюда. Феноменально круто. К нему будет подыгрывать вот этот snare. Он будет играть вот здесь вот. Вот здесь вот. И вот здесь вот. Вот здесь вот я его специально не стал перемещать, чтобы они... Как бы немножко между собой перестукивались. Клэп со снэром они всегда совпадали. И вот этот snare тоже будет подыгрывать. Но в довольно обычных местах вот здесь вот. Ну и раз уж ты вот до этого места досмотрел, скорее всего этот ролик тебе чем-то понравился. Или он тебя чем-то зацепил. Так что очень рекомендую тебе подписаться на канал. Потому что тогда ты не будешь пропускать другие мои ролики. А если этот ролик понравился, то другие ролики понравятся точно. Так что прямо сейчас промотай вниз. Нажми подписаться, если ты на компе. Или на телефоне. Из горизонтального режима приведи вертикальный. И нажми подписаться. Тогда ты будешь получать уведомления о моих новых видео. А мне от этого будет очень-очень хорошо. Сделай это прямо сейчас. Подпишись на канал. Теперь, когда у нас есть клэп и снейр, можем наконец-то заняться интересным басом. Я сразу включу порты и моно. И как-нибудь, чтобы... Такой слайд нормальный. Потом мы все равно его отключим. Потому что настроим слайды вручную. Я хочу просто пока набросать. И смотрите. Трек Палагина и Оуджи Будда и Егора Крида. Здравствуйте. Вышел очень давно. И стал настоящей классикой. И поэтому то, что я сейчас сделаю, это ни в коем случае не байт. Это цитата. Цитата великого. Так что давайте остановимся на том, что это цитата, а не байт. И я сделаю вот так. Цитата. Вот так. И вот бас со снером здесь будет совпадать. И... Вот так. И к началу это все будет возвращаться. Нормально. Теперь нам нужно все это оформить в красивые слайды. То есть сделать все слайд-нотками. В первую очередь я отключу порты моно. Потом ставлю нотку вниз. Вот эту нотку делаю коротким слайдом. Вот таким вот. Потом делаю его копию с уменьшенной громкостью. Кстати, оригинальную ноту тоже уменьшаем в ноль. Переносим вниз. И вот эту нотку тоже делаем слайдовой, но очень короткой. Типа вот так вот. Мне так нравится гораздо больше. И таким образом я сейчас переделаю все ноты. Мне так нравится больше, чем просто спорта моно. И поэтому я всегда делаю так, когда делаю подобные слайды. Значительно более заморочено. Но мне нравится и ток. К слову, полностью готовый вот этот бит уже лежит в моем телеграм-канале. Так что рекомендую тебе прямо сейчас туда перейти по ссылке в описании. Послушать биток, если он тебе понравился. И подписаться на телеграм-канал, чтобы, если что, не потеряться. Еще у нас будет второй бас. Вот это так, что настроим ему тоже envelope и пропишем. Он будет играть у нас в пустых местах. То есть вот в этом, например. И он будет ту-ту-ту играть здесь. Начиная на F6, потом C, потом F. Хотя нет, давайте не C, давайте A. Вот здесь он еще будет играть. Давайте сделаем их тоже слайдами. Вот у нас какой-то ритм есть. Давайте немножко обработаем голос. Потому что он все-таки зашакаленный тем, что мы вытащили его из музыки. Нужно с ним что-то сделать, чтобы он стал чуть-чуть поблагороднее в меру наших возможностей. Фаб-фильтр Saturn. Переключу Warm Tube на Clean Tube. Потому что это самый мягкий режим работы Saturn, по-моему. Поднимем сатурацию, чтобы еще не было перегруза. И убавим низкие и средние частоты. И добавим вверх. После этого я хочу поставить декапитатор. Отрежем очень много низа. То не переключим в очень сильно Bright. И я поставлю режим Triod. Потому что, по-моему, он самый-самый яркий. И немножко усиления все-таки убавим. Потому что нам нужно, чтобы не было перегруза. И теперь просто микс открутим. Чтобы вот именно вот этот супер-мега-высокий звук, который сделал декапитатор, просто подмешивался к основному. После этого можно поставить, наверное, ProQ. Немножко прижать низ. Буквально легеньким шельфом. И все-таки, все-таки, все-таки я поставлю сюда SUS. Вот этот. Я не использовал еще на канале его. Но, я думаю, вы знаете, что это за плагин. Это типа супер-мега-умный динамический эквалайзер типа. Так что включаем пресет на Airnbox 1. И я хочу вот этот диапазон сильно очень прибрать. И немножко депты добавим. Теперь нам нужно этому голосу создать большое-большое пространство. Потому что реверберация в большом количестве тоже может немножечко, скажем так, скрадывать какие-то недостатки качества. Создаем send-канал. Ставим Valhalla Vintage Verbe. И у нас будет целых два пространства. Первое будет более скромное. Это vocal plate. Послушаем. Окей. Второе будет большущий hole. И для этого я воспользуюсь тоже Valhalla Vintage Verbe. Hole Bright Hole. И отпилим низ. Вот как-то так. И еще перед Valhalla я хочу поставить Eco Boy. Чтобы у нас был еще и дилей, собственно. Я не буду трогать mix. Я подниму фидбэк. Только low cut и high cut. Теперь давайте вокал и сэнда соберем в один канал. Как минимум, чтобы мы могли общую громкость его регулировать вверх-вниз. Сэнда выбираем. Соседний канал. Вот сюда. Road to this track only. Но с основным вокалом так не пройдет. Поэтому нам нужно нажать вот сюда. И снять его с мастера. Потому что если бы мы сделали Road to this track only, то роуты вот на эти сэнда сбросились бы. И этот канал новый. Назовем его Vox. И пропишем остальные ударные. Начав вот с этих хай-хетов. Сначала пропишем что-нибудь типичное. Вот здесь. Еще давайте вот этот задвинем сюда. Поставим одну вторую. И Ctrl-U. Громкость вниз. А здесь уже давайте возьмем тоже одну вторую. Ctrl-U. Только сократим до четверти. Вот так вот. И этой четверти тоже громкость вот так вот скрутим. Ctrl-B. Вот сюда поставим звук дополнительный. И все. И переходим ко второму хету, который будет подыгрывать вот этому. Вот типа вот здесь вот он будет играть на низкой ноте. Давайте на одной четверти Ctrl-U. Так вот опять же скрутим громкость правой кнопкой мышки. И давайте вот это выделим. Alt-R и Velocity. Точнее панорама чуть-чуть покрутим. Open-Hеты. Им, естественно, всем настраиваем тот же Envelope. Только релиза немножко оставляем. Вот этот у нас будет играть вместе вот здесь просто со Snare. А следующий тоже Envelope точно так же ему настроим. Будет играть вот так. То, что нужно. Без этого просто никуда. Остался бип. И вот сюда. Ну и на сладенькой, конечно, ставили кик. И займемся второй частью. В ней нам нужен вот этот бас. Ему мы просто крутанем Crossfade. Найдем так, чтобы поровнее выглядело. С такими басами Crossfade крутить можно, чтобы делать их бесконечными. С 808-ми такая фишка уже не пройдет. Он, кстати, по-моему, не на ноте C. Правая кнопка мышки Pitch Corrector. Да, он на ноте F. Теперь нам нужно перейти в настройки и press F. Ну и пропишем просто по корневым ноткам. Для начала. Ну или можно добавить какие-то безумные усложнения. Например, здесь G и потом будет C. Так. А вот здесь будет D наверху, потом D внизу. Теперь выделяем все звуки, кроме последнего. Немножко продлеваем. И идем в настройки, чтобы включить порт, моно и слайд. Вообще длиннющий какой-нибудь вот такой. Еще здесь у нас будет играть дополнительный Xpand. Со стандартным молитом. То есть самым первым Celestia. В котором мы просто сыграем по ноткам аккордов. Что-то вот такое. Так, поскольку у нас этот мажорный аккорд и этот мажорный, просто ставим его на нижнюю нотку. Этот все еще мажорный. А этот уже минорный. То есть нам нужно будет G и G сместить на полтона. Еще я хочу, чтобы он звучал вот так вот. И вот так. И все вместе поднимем. И громкость всем им вот так вот немножко на спад сделаю. А последний он вообще еще ниже. Все, это теперь немножко продлим. И на него я повешу Half Time. Микс процентов 30. Ага, отлично. После этого Portal, Delay, Crystalline Accent. И вот так вот, типа Drive 36. После этого RC 20. Ну и соберем. Вернем высокие частоты. Срежем вниз. Space добавим. То, что нужно. Оставляем. Теперь все остальные звуки тоже переименуем. Отправим на микшер. И чтобы уж совсем было удобно, можем выделить какую-то группу инструментов. Например, басы Shift-Alt-C. И дать им цвета. Это будет красный. И красный. Акцепт. Это очень здорово звучит. Мне это очень нравится. Теперь я хочу сделать еще одну фигню с голосом. Более такое дерганное звучание мы попытаемся сейчас сделать. Выделяем, то есть просто по четвертям сокращаем. Жить без те мы тоже сокращаем. Вот так вот. А-а-а-а-а-а-а-а. Вот так. Да. И давайте еще теперь это все дублируем. И сделаем следующий кусок. Типа куплетный. В котором вокал будет еще сильнее нарезан. То есть мы вот это убираем. Ля-а-а-а-а-а-а-а. Вот так. Вот это тоже кусочек нарежем. Вот так. Вот и так. Уберем. Поставим сюда двойной такой. Возьмем slip и немножко перетащим все вот сюда. На этот фрагмент нам нужно больше эффектов. И первым делом, конечно же, кидаем Вальхалу Шиммер. Консорт холл пресет. И типа давайте 27. После этого эхо бой. Или перед ним. Давайте перед ним. Пинг-понг. Лоу-кат поднимем. Хай-кат поднимем. Фидбэк поднимем. Еще нам нужно вот это лево-право-лево-право-панорама автоматизацию. Панкейк. Фишка из трека Капли тоже. Микс наполовину. Больше трогать ничего не буду. Даже побольше. И все это очень громко. И поэтому нам нужно в фруте баланс после всего этого поставить. И немножко убаивать. То есть в этом фрагменте голос должен уходить на задний план. И теперь все эти плагины нам нужно автоматизировать. Чтобы они включались в том месте, где включается вот эта нарезка. Для этого правая кнопка мышки на панкейк. Create Automation Clip на его драйвет. И просто вот так. Вот так. Вот так. И теперь на этот клип автоматизации повесим все остальные эффекты. Нормальная громкость. Нет лишнего эха. Нет. Все равно нужно прям вот сюда подвинуть этот клип автоматизации. Потому что тут прям слышно появление шиммера. Теперь второй бас. Я хочу обработать всякими разными приколюками. Например, в Alhalla Room. Где мы микс наполовину. Предилей и дикей убавляем. И еще, возможно, на него стоит повесить дилей. Почему нет? И еще вот такой вот бесплатненький дисторшн. И после него Ozone и Major. Все, что выше там условных 200 с небольшим герц. Стеревайз и около на максимум. Ну и теперь делаем бэкапный паттерн и раскидываем все по паттернам Split by Channel. Теперь делаем то же самое со вторым паттерном и Split by Channel. И вот здесь тоже в конце нужно сделать обязательно. Шикарно. Во вступлении у нас будет играть пианино. Давайте сделаем его Make Unique, чтобы оно играло помягше. Берем паттерн малета и делаем его уникальным, чтобы взять парт пианино, Ctrl-C и Ctrl-V в этот самый малет. Поднимаем на октаву вверх, выравниваем громко и жмем Alt-S. Тайм посильнее, велосипед посильнее. И, конечно же, выстрел в начало. И давайте в этом малете пропишем еще басец, тоже по басовым ноткам просто. Теперь берем вот этот самый голос наш и на него вешаем, я думаю, дистрактор в конец. В нем отключаем все, кроме фильтра. На Cut-Off Create Automation Clip и как-нибудь... Отлично! Теперь нам нужно парочку FX-иков добавить, и в целом, наверное, можно будет почти что завершить на этом. Вот такие эффектики, вот этот вуш, обрежем от него лишний кусок. Берем Gunshot, реверсим его. И давайте ему тоже кончик отрежем, чтобы было вот так вот. И самый FX-овый FX, самый Rise-овый Rise. Да! Теперь самое главное, вся фигня на мастер. Поскольку сегодня Палагина мы уже цитировали, цитируем еще раз при 3D на мастер. Чтобы клипало, но не сильно. После этого Ozone. Но в нем немножко нетипичная обработка. Я хочу воспользоваться Vintage Limiter. Пресет мне тут понравился, аналог Glu. И потом на максимайзере просто немножко даже лишнего. И тут треш-холл тоже немножко убавим. Многовато все-таки. Вы думаете, это все? Но нет, у меня есть еще одна финальная фишка. Нам нужно все поднять на 3 полутона. Заходим в Vocal, Pitch поднимаем на 300 центов. Переходим в паттерны, выделяем Pet, Piano, Piano. Потом Bass, Bass. Выделяем Mollet, Mollet 2, Piano. И Bass. Правая кнопка мышки, Transpose 3. И получаем... Я немножко еще доковыряю этот трек. Потому что тут не все идеально с балансами. Может что-то еще нужно подкрутить. И уже готовый бит вы можете послушать у меня в Телеграм-канале. По ссылке в описании. Обязательно на него подпишитесь. И напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. Чтобы узнать подробнее и заказать, напишите мне. Ну и ролику можно поставить лайк, если оно понравилось. Если биток показался интересным. И очень рекомендую подписаться на канал. Кнопочка подписаться есть внизу, если понравилось это видео. Другие видео понравятся точно. А если подпишешься, то я буду очень рад. А ты будешь получать уведомления о моих новых видео. И на этом уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok